Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях заместитель директора научно-просветительской деятельности Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, почетный работник культуры и искусств Зинаида Григорьевна Артемкина. Здравствуйте, Зинаида Григорьевна. Здравствуйте, Ирина. Насколько я знаю, 16 мая в нашем городе пройдет очередная ночь в музее. Если можно, расскажите об истории этой акции, кто ее придумал, когда она прошла впервые. 18 мая все музеи мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. И в преддверии этого праздника проводится акция «Ночь музея». История этой акции уходит далеко в прошлое. Она начиналась в 70-х годах 20-го столетия. Те посетители, которые приходили в музеи, и их оказывалось очень много, не могли в течение всего дня рассмотреть экспозиции. И сотрудники музея продолжали работу до позднего вечера. Так в Германии появилась акция «Долгая ночь музеев». Потом про эту акцию было забыто. И, наконец, в 2000-х годах появилась акция «Ночь музеев». Ее предложили провести французы. В Париже музеи работали до глубокой ночи. Это произошло в 2001 году. Ну, а в 2005 году французы предложили проводить эту акцию ежегодно. И она была одобрена Советом Европы и поддержана Международным советом-музеев и КОМ, который ежегодно, начиная с 2005 года, определяет девиз акции. Наша страна присоединилась к этой акции в 2005 году. Акция была проведена в Москве, московскими музеями. Но стоит заметить, что в 2002 году Красноярский музейный центр в честь своего 15-летия уже провел эту акцию. Но она была разовой. Рязанский историк архитектурный музей-заповедник присоединился к акции «Ночь музеев» одним из первых в нашей области. Это произошло в 2007 году. То есть сегодня мы в девятый раз проводим акцию «Ночь музеев». Вот в этом году какой будет девиз у этой акции? В этом году девиз акции, а очередем акции в нашей стране является Министерство культуры Российской Федерации. Оно и определяет девиз акции и тему акции. Это память. А тема акции «Сквозь годы с нами говорит война». Действительно, «Ночь музеев-2015» – это особая ночь. Потому что в эту ночь, начиная с 18 до 23 часов, мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Мы будем вспоминать историю войны. Мы будем петь песни времен Великой Отечественной войны. Мы будем смотреть экспозиции, экспонаты, тоже посвященные памяти этим далеким событиям. Насколько я знаю, у вас достаточно много экспозиций на сегодняшний день, посвященные именно Великой Отечественной войне. Несколько слов о том, с какими экспонатами смогут познакомиться рязанцы. Во время акции «Ночь музеев-2015» мы открываем две экспозиции. Это экспозиция во дворце Олега «От Руси к России». И, конечно же, экспозиция в гостинице «Черни. Российское воинство». Во дворце Олега у нас сейчас, в преддверии 9 мая, были открыты две замечательные выставки, которые посвящены 70-летию Великой Отечественной войны. Одна из выставок называется «Зримая летопись суровой поры». На этой выставке представлены плакаты времен Великой Отечественной войны, которые бережно хранятся в фондах нашего музея. У нас более тысячи плакатов. На выставке представлены только 33 плаката. Они написаны известными, маститыми художниками периода Великой Отечественной войны. И написаны их глазами. Они видели эту войну воочию. Но история этой выставки такова, что наш музей совместно с Рязанским отделением Союза дизайнеров и Музеем обороны и тыла села Баграмова Рыбновского района объявили конкурс среди художественных школ, училищ города Рязани. И в этом конкурсе участвовали молодые наши талантливые художники, которые также создали плакаты. Насколько я знаю, эти работы останутся в фондах музея после окончания выставки? Да, по условиям конкурса эти работы останутся в фондах нашего музея и тоже будут бережно храниться. Особо хочется сказать о выставке, которая также находится во Дворце Олега. «К вам павший той битве мировой». Так она называется. Дело в том, что год 2015 объявлен еще и годом литературы. Поэтому на этой выставке мы говорим о писателях, о поэтах-фронтовиках, представляем их произведения, которые написаны были на фронте. Также на выставке вы можете увидеть боевые листки, фронтовые газеты и очень интересную маленькую карманную книжечку, как говорят, копеечную. Она стоила недорого, но там печатались стихи. И вот многие бойцы клали эту книжечку в гимнастерку, в карман гимнастерки. И многим бойцам эта книга спасала жизнь. Ну а в гостинице Черни экспозиция российское воинство. И там есть залы, которые также посвящены Великой Отечественной войне. В этих залах наши гости, а это в основном молодежь, акция молодежная, Ночь музеев, познакомятся с героями-рязанцами, которые внесли огромный вклад в победу над фашизмом. С теми, кто повторил подвиг Матросова, кто повторил подвиг Гастелла, с женщинами, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Увидят их фотографии, личные вещи и боевые награды. Насколько я понимаю, все экспозиции будут открыты для бесплатного посещения? Да, вся эта акция проводится бесплатно. В нашей программе эта акция, она, понимаете, проводит ее музеи. Но у музеев еще есть и партнеры, которые активно вовлекаются в организацию и проведение акции Ночь музеев. Нашими партнерами является Академия ВСИН России. У нас будет выступать коллектив творческий. Называется эта программа «Поющая полуторка». «Поющие полуторки» будут исполнены всеми любимые песни, знакомые нам времен Великой Отечественной войны. И не только будут эти песни исполнены, но и будет рассказано о фронтовых бригадах, которые под огнем врага также своими песнями, своими стихами, приезжая на фронт, воодушевляли наших бойцов и работали, старались для победы. Ну и еще самым интересным моментом в нашей Ночи музеев, на мой взгляд, является интерактивная часть. Это военно-патриотическая игра «Зорница». Ну и, конечно же, сквозь годы с нами говорит война. Это тема праздника. И у нас в плане проведения праздника стоит экскурсия автобусная по городу Рязани. С такой темой. Это экскурсия по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной и с именами рязанцами, чьими именами названы улицы города. Спасибо, Зинаида Григорьевна. Мы с удовольствием присоединимся к этой акции и обязательно потом расскажем горожанам, тем, кто не сможет прийти, о том, как она проходила. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»